всем привет меня зовут николай и сегодня у нас на обзоре очередная серия как подготовить технику к сезону если вы смотрите наши отчеты то вот последнее время мы начали эту серию очень много положительных отзывов получили по ней то есть очень много откликов мы поняли что вы поняли что вам этот формат интересен поэтому мы как бы начинаем его как бы может как бы запускать серию и сегодня у нас на обзоре будет подготовка бензопилы ну что с чего бы следовало начать ну как уже по сложившейся традиции в наших роликов начать нужно не с весны конечно а с осени вот то есть прежде чем технику положить на длительное хранение если это требуется вот то есть для того чтобы пилу подготовить к зимнему хранению с нее нужно слить все жидкости из бачка топлива из масляного бака убрать все жидкости прокачать стартером пилу чтобы она перестала заводиться тем самым вы освобождаете карбюратор от лишнего лишь от лишнего топлива который там скопилось вот соответственно в таком состоянии уже убирать ее на хранение для чего это нужно сделать перед длительным хранением но прежде всего то есть да если вы пилу оставляете на зиму у себя там где-то на даче на приусадебном участке вот то масло которое здесь залит в бачок вот и масло которое есть в топливе со временем там когда пила остынет зимой тогда до минусовых температур то есть да она выпадет в осадок его в принципе нужно заменить и запускать пилу на таком масле но нежелательно чтобы сохранить цилиндропоршневую группу в идеально рабочем состоянии вот так же это нужно сделать и почему нужно прокачать пилу чтобы но в карбюраторе не осталось топлива в карбюраторе остается бензин уже с маслом вот то есть и соответственно зимой это масло которое попало в карбюратор начинает немножечко терять свою ну как бы свойство становится более вязки за она за зиму как бы становится очень густым не забивает каналов карбюраторе и скорее всего вам по весне придется прочищать карбюратор то есть это дополнительная работа самостоятельно вы сделать это не сможете ну и так соответственно мы сейчас с вами смоделируем ситуацию что вам необходимо сделать перед сезоном чтобы но запустить пилу первый раз да и начать как бы нос выработать и вот но прежде всего то есть да нужно будет смешать вам топливную смесь за для этого вам потребуется вот такой вот масло то есть на у нас это оригинальное масло в лиумак вот то есть 150 вот соответственно то есть если у вас пила ну старая то есть вы уже и там работали какое-то время то вам нужно мешать масло в соответствии с инструкции которые написаны на массе то есть это 150 значит 20 грамм масла это вот на литр бензина то есть больше масла не нужно вот если у вас пила новая вы только и купили то есть то на обкаточный период это вот как будто на сжигание одного бака нужно смешать чуть больше масла там на 23-24 грамма на литр то есть чтобы была смесь более такая насыщенная смесью масла второе масло которое нам потребуется это масло для смазки цепи вот у нас но также оригинальная то есть да тоже делаем November mentre почему же мы рекомендуем использовать непосредственно оригинальное масло для смазки цепи то есть никакое то другое там до масла любой там а именно масло для смазки цепи вся суть в том что вот вы сейчас непод разобрали пилу вот видите танки чтобы это показать то есть вот здесь вот находится масляный насос вот то есть иону пилы подает масло на верхнюю часть шины вот и соответственно как бы масло начинать поступать вот по каналу в шине То есть, да, и тем самым смазывает шину, то есть, смазывает цепь, то есть, да, и лучше это все работает. Если использовать неоригинальное масло, которое на эту работу не рассчитано, происходит следующий эффект. Воскаплю масла, она доходит вот до кончика вот здесь цепи и слетает. То есть, да, вот здесь вот, она не продолжает здесь двигаться вот сюда, вот по нижней части цепи, вот сюда не поступает. Вот здесь происходит масляное голодание, то есть, и шина здесь работает с большим износом. Так, ну что, давайте начнем нашу подготовку пилы, то есть, с чего бы начать? Ну, соответственно, давайте начнем с простого, то есть, там, где нам не потребуется никакой инструмент. Посмотрим, как выглядит воздушный фильтр. То есть, для этого мы откручиваем крышку. Вот. Отрываем ее. То есть, ну, у нас вот здесь вот новый фильтр, да, соответственно, мы его достаем. Вот, проверяем его состояние, есть ли он грязный. Вот, то есть, данный фильтр нужно просто промыть там в холодной, либо в теплой воде, в мыльной. Вот, то есть, можно потом в обычной воде, соответственно, высушить его, продуть, и все, и поставить его обратно. То есть, фильтр многоразовый, вот, то есть, и поэтому, как бы, он прослужит достаточно долго. Ну и далее, соответственно, проверяем свечку, снимаем бронепровод. Ну, как мы видим, у нас свеча в идеальном состоянии, практически новая, то есть замена не требуется. Вот опять же спасибо нашим слушателям, которые обратили наше внимание на то, что мы сказали, что свечку нужно менять каждый сезон. На самом деле это не так, то есть нужно проверять ее, то есть если она в рабочем состоянии, то ее можно взять обратно и менять ее не нужно. Мы проверили с вами воздушный фильтр, проверили свечку, все у нас в идеальном состоянии. Еще нам нужно проверить состояние вот этой заглушки. Ну, допустим, если вы, допустим, пилу использовали зимой, то вам нужно было переставить эту заслонку на режим зима, стрелочкой вот сюда. То есть у нас здесь стоит режим лета, то есть обычно это выглядит вот так. То есть вынимаем заглушку. Так, вот у нас здесь есть стрелочка. Вот этот узел называется Ice Device. Соответственно, пила у нас может эксплуатироваться в режиме зима-лето. Вот, то есть если, допустим, у вас зимой вы пилу использовали, то вам нужно вот эту стрелочку, вот, которая здесь показана, на этой штучке, переставить в направлении снежинки. Вот снежинка. Вот, что это дает? У вас открывается дополнительный канал. То есть у вас с картерной зоны, в зону фильтра начинает поступать теплый воздух, и у вас осуществляется лучшая карбюрация. Вот, соответственно, если вы этой пилой поработали зимой, на вас полежала, у вас весна или лето, вам нужно эту заслонку вернуть в режим лета. То есть перевернуть на 180 градусов, вот, то есть, да, в режим лета. То есть тем самым, как бы, ну, ограничить доступ теплого воздуха дополнительно в зону карбюрации. Так, ну что, вот с этим узлом мы все посмотрели, то есть свечку посмотрели, фильтр посмотрели, систему Ice Device проверили, то есть, да, она у нас стоит в правильном положении, режим лета. Вот, соответственно, как бы, что, закрываем крышку, переходим к другому узлу. Далее проверяем натяжку цепи. Ну, перед тем, как натянуть цепь, нам необходимо ослабить две вот эти вот гайки. Ну, как это делается, то есть, да, соответственно, берется вот цепь, натягивается. Вот, видите, у нас, как бы, она вот ходит относительно своего паза, и между кончиком зуба и пазом есть расстояние. То есть этого быть не должно. Чтобы это исправить, то есть, да, вы должны подтянуть цепь, как бы. То есть берется шина за кончик, вот так приподнимается слегка. В другую руку берется специальный ключ, который идет с каждой пилой, и цепь натягивается. Вот, подтягиваем цепь. Даем немножко натяжку. Проверяем. Ну, я бы еще подтянул чуть-чуть прям, крышечку. Вот, вот так хорошо. Ну, и, соответственно, затягиваем гайки вот на пиле, после того, как мы произвели натяжку. Ну, и теперь, как бы, последний пункт, который нам нужно проверить и заправить. Это, соответственно, топливный бак нам необходимо заправить, и необходимо заправить бак для смазки цепи. Здесь вам главное не перепутать, то есть, да, везде есть специальное обозначение. То есть, вот, соответственно, на топливном баке есть вот обозначение «микс», то есть заправка плюс, видите, масло показано. Вот, соответственно, на бачке для смазки цепи написано «Ойл» и нарисована шина. Но прежде чем мешать и заливать топливную смесь в бак, вам необходимо будет проверить топливный фильтр, который находится в баке. Сейчас мы его достанем и посмотрим, какое у него состояние. То есть, для того, чтобы это сделать, нам понадобится вот такой вот крючочек, чтобы его оттуда достать. Вынимаем крышку. Вот там в баке расположен вот этот вот шланг, который подает топливо в карбюратор. Нам необходимо его подцепить вот так вот и достать. То есть, вот. Здесь расположен топливный фильтр. То есть, ну вот на данный момент топливный фильтр у нас прям как новый, в идеальном состоянии. Вот, то есть, он беленький, хороший такой, без всяких этих вот фракций страшных, вот, то есть, да, и замены он не требует. Вот так вот у нас выглядит топливный фильтр, который уже негоден к использованию. Почувствуйте разницу. Соответственно, этот фильтр надо было бы заменить. То есть, заменяется он просто-просто, ну, выдергивается отсюда шланг, вставляется новый. Все, и мы, как бы, ну, заправляем обратно его в бак. А, ну вот мы с вами проверили топливный фильтр. Вот, теперь нам нужно сюда залить топливную смесь. Ну, чтобы ее залить, нам ее необходимо приготовить. Для того, чтобы ее приготовить, нам потребуют следующие ингредиенты, скажем так. Бензин, да, АИ-92. Вот такая вот воронка. Вот. Вот такой вот мерный стаканчик для того, чтобы отмерить масло, которое мы будем заливать в этот бензин. Ну, и, соответственно, само масло. Ну, что мы делаем, да, изначально, то есть, ну, прежде всего, мы смотрим, сколько у нас бензина, да. У нас конкретно его 0,5, то есть, пол-литра. Для того, чтобы сделать топливную смесь с пол-литровой емкостью бензина, нам нужно отмерить 10 грамм масла. Для этого у нас есть вот такой вот стаканчик, то есть, 10 миллилитров находим это примерно вот так вот. Вот. И заливаем сюда масло. Вот, 10 миллилитров. Открываем бензин. Ну, и, соответственно, выливаем наше масло в бензин. Так, ну, и теперь нам надо его перемешать. Ну, вот примерно такого цвета получается у нас топливная смесь. Она как бы слегка розовая. Вот, ну, и все, заправляем наш бак. Берем воронку, вставляем, ну, и заливаем. Нам понадобится примерно 300 грамм на эту пилу. 320 я точно не помню. Так, ну, все, наш бак заполнен. Вставляем пробку. Так, закрываем. Все, с этой операцией мы справились успешно. Ну, и, соответственно, что мы делаем? Заправляем нашу пилу маслом для смазки цепи. Также открываем крышечку. То есть ее доставать, может быть, даже не обязательно. Вывешиваем просто ее вот так. Открываем нашу банку. Вот, берем воронку. Вот, ну, и заливаем. Так, ну что, убираем излишки масла. Которые у нас тут попали на корпус. Все, наша пила готова к работе. Так, ну что, вот мы подготовили нашу пилу к летнему сезону. То есть ее можно использовать. Она полностью готова. Вот, следите за своей техникой. Выполняйте все нормативные работы, которые прописаны в инструкции. Используйте только оригинальные масла. Это, как бы, пожелание наше. Ну, и пусть техника не подводит вас на протяжении всего сезона. С вами был Николай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok